Добрый день, дорогие коллеги! Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске кардионовостей. Напоминаю, как и всегда, вы можете посмотреть кардионовости в оригинале на английском языке на сайте Европейского общества кардиологов, а мы представляем свой адаптированный вариант на русском языке с комментариями. Ну, сначала новости Сирану. Сегодня у нас на сайте прошла потрясающая трансляция, потому что это было завершающее мероприятие конкурса молодых ученых, посвященное трехсотлетию РАН. Кто еще не успел посмотреть, я приглашаю, трансляция доступна в записи. Это было очень красиво, запоминающееся, здорово, и вы можете посмотреть на молодых ученых, которые, возможно, в будущем станут академиками. Да, а мы также приглашаем врачей города Брянск и врачей города Нижний Новгород на наши конференции. Одна конференция пройдет по педиатрии, другая конференция с врачами общей практики, терапевтами и тоже педиатрами. Можете посмотреть анонсы на нашем сайте. Всех ждем! Да, всех ждем научные мероприятия. Ну, а мы начинаем наши новости, и они касаются кардиологии, и которая развивается все сильнее и сильнее в хирургическом направлении. И сейчас речь пойдет о новом транскатетерном искусственном клапане сердца, который показал свою эффективность и безопасность у пациентов с врожденной рекургитацией ортального клапана. Этот искусственный клапан расширяется сам, и его называют трилоджи. Его действия оценили у 180 пациентов из 20 клиник в США, находящихся в высокой группе риска по хирургической операции, но подходящих для имплантации клапана по своей анатомии. Технически операция прошла успешно в 95% случаев. Смертность в течение 30 дней была зафиксирована всего лишь в 2%. В течение года наблюдалось значительное улучшение по функциональному классу, качеству жизни и расстоянию, проходимому за 6 минут. Все мы знаем 6-минутный тест ходьбы. Так что все продолжает развиваться, и вот трилоджи, новый вид ортального клапана, он уже входит в практику везде. Ну а следующая наша новость посвящена теме, которую мы уже тоже неоднократно обсуждали. Это транстеретиновая миодоз сердца, тему, которую сейчас активно разрабатывают. И продолжаются исследования маркеров, которые помогают лучше прогнозировать состояние пациента в будущем. И вот как раз в этом исследовании посмотрели уровень натриуретических пептидов и, собственно, назначение, сам факт диуретической терапии. Ну и, естественно, в той группе, где был обнаружен резкий рост уровня натриуретических пептидов, и в той группе, где применялась диуретическая терапия в большом количестве, то есть это были более декомпенсированные люди по этим показателям. Естественно, прогноз был значительно хуже, чем в группе, где такие показатели не изменялись. Ну, ещё один такой маркер, по которому можно оценивать прогноз пациента. Ну да, то есть если пациент требует массивной диуретической терапии, если у него начинается рост, то однозначно ухудшается. Вот, и поэтому прогноз у него тоже ухудшается. К сожалению, да. Надежда Ленина, мы в прошлый раз с вами обсуждали мерцательную аритмию, и то, нужно или не нужно назначать антиаритмические препараты при первом эпизоде мерцательной аритмии. А сегодня я предлагаю обсудить аблацию, насколько она необходима и как она влияет на прогноз. Кстати, этот вопрос очень часто задают на конференциях, потому что у всех у нас вот такая внутренняя боязнь, операция, а надо ли делать операцию. И вообще у большинства врачей существует такое мнение, что лучше попозже, что операцию мы всегда сделать успеем. Так вот, это исследование, оно как раз опровергает вот эти опасения и такую тактику. И оно говорит о том, что чем раньше после первого эпизода мерцательной аритмии была сделана аблация, тем дальше следующий эпизод мерцательной аритмии. То есть получилось, сравнивали две группы. Первая группа, когда аблация была сделана через год, в течение года после первого эпизода, и дальше от года, вторая группа от года и до трёх. И однозначно на 15% были лучшие результаты в той группе, где аблация была сделана в первый год, после первого приступа мерцательной аритмии. Вот, поэтому вот на вопрос, а надо ли делать аблацию? Да, надо. И я всегда говорю врачам на конференциях, что если вы обнаружили аритмию, первое, что вы должны сделать, это отправить пациента в хирургический стационар, и чтобы там оценили, нужно ли ему делать какое-либо хирургическое вмешательство. Потому что это самый эффективный метод лечения мерцательной аритмии. Ну, это очень важно запомнить. Мне кажется, такая take-away note у нас получилась. Ну что ж, наша следующая новость касается группы пациентов старшего возраста, от 65 лет, которые принимают антигипертенсивные препараты, и вот оценили их комплоентность к приёму с риском развития деменции. Ну, думаю, тут очевидный результат. Да, результат был очевиден, что чем выше комплоентность, тем меньше деменция. Вот, поэтому в группе, где 75% соблюдали правильный режим приёма гипотензивных препаратов, у них на 24% был ниже риск развития деменции. Вот такие результаты. Ну, собственно, это очевидно. И, наверное, тут есть и обратная связь, что чем человек больше в своём уме, тем он более ответственно относится к приёму препаратов. Конечно, нельзя. И доктора, и вас это тоже всех касается, кто уже достиг уровня артериальной гипертензии. Приём препаратов должен быть ежедневным, постоянным. При этом дозировки нужно постоянно корректировать. Если давление начинает колебаться, если оно не колеблется, мы держимся на тех дозировках, которые есть. Если их не хватает, мы переходим от монотерапии к комбинированной терапии. Но контролировать артериальное давление нужно всегда, потому что здесь очень чёткая связь с развитием и других сердечно-сосудистых заболеваний, и вообще со смертью. Поэтому чем лучше мы контролируем уровни артериального давления, тем вот это страшное слово «смерть» дальше отодвигается от всех нас. Так что это наш путь к здоровому долголетию. Да, безусловно. Поэтому если препараты назначены, их надо пить и строго выполнять предписание врача. Надежда Нина, несколько выпусков назад мы обсуждали очень интересные новости про то, что учёные нашли микро- и наночастицы пластика у пациентов в каротидных тельцах. Ну, кстати, это вызвало большой такой резонанс, потому что откуда этот пластик, как он попал, то есть столько вопросов. Ну, действительно, вроде случайная находка внутри эндотелия каротидных артерий. Вот обнаружили эти микрочастицы. Ну, я помню, что вы предположили, что, скорее всего, может быть от бутулированной воды, да и в целом всё, что нас окружает, это же пластик. И коллеги из Европейского общества кардиологов, они как раз пригласили автора этой статьи, чтобы задать ему лично этот вопрос, так откуда пластик. И в целом мы оказались право. Он тоже сказал, что, конечно, пластик нас окружает, и даже когда мы пьём бутулированную воду, когда мы берём еда, то, что мы покупаем в магазине, упаковки в основном из пластика, к сожалению, косметика, и даже просто в воздухе могут находиться вот эти наночастички. Наночастицы – это меньше одного миллиметра. Вот я никогда не любила есть из пластиковых тарелок. Вот у меня такое классическое воспитание, и я люблю фарфоровую посуду. Ну, возможно, что даже сказали, что наночастицы могут даже через кожу проникнуть внутрь тела, то есть тут даже не знаешь, как себя обезопасить вообще, но, естественно, через дыхание, через потребление пищи, через кожу. Ну, Мария, я думаю, что если даже автор статьи приводит столько различных вариантов, то есть сам он наверняка не знает ответа на этот вопрос. Да, он сказал, да, он сказал, что он точно, это не было целью исследования установить источник, но было целью показать, что пластик этот есть уже в наших телах, и что это влияет на прогноз человека, потому что у тех, у кого эти частички нашли, риск инфаркта миокарда, инсульта и вообще смертность от любых причин был выше в 4-5 раз. И на самом деле очень даже понятно, потому что сейчас уже теория атеросклероза – это теория воспаления, воспаления внутри сосудов. И любые наночастицы вот этого пластика, то есть это инородный агент, вокруг него начинает формироваться воспаление. И вот он механизм развития атеросклероза и поражения того или другого органа. Поэтому, конечно, всё-таки вот если это настолько входит в наш организм, я думаю, что надо поаккуратнее с этим. Уж, по крайней мере, не есть из пластиковой посуды. Да, ну, о чём можно поговорить? О том, что, конечно, вот эта адженда во всём мире про защиту экологии, про отказ от пластика – это всё не просто так, и мы заботимся и о самих себе. Поэтому, коллеги, кто ещё не задумывался об этом, это повод подумать и, может быть, как-то перестроить то, как вы потребляете продукты и в целом покупаете, как вы относитесь к привычкам потребительским. Это точно. Ну, у нас осталась последняя новость, и она тоже из мира кардиохирургии касается безэлектродных кардиостимуляторов. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, это опять вот мы начинали с темы развития всяких хирургических технологий, а это даже уже, не знаю, микроэлектронные технологии в нашем организме. И сейчас большинство устройств, которые имплантируются внутрь сердца, они имеют электродики. Соответственно, электроды, они должны в сердцу мышцы вживляться, да, то есть там прокол. Прокол – это воспаление всё тоже, да, это какая-то возможность инфекции, повреждения, и не очень понятно, как это менять. Да, то есть тут целый ряд. И поэтому инженеры, те, которые работают по медицине, они стали разрабатывать безэлектродные устройства. И вот такие устройства, которые ставятся с той же целью, что и электродные, то есть для синхронизации ритма, для того, чтобы держать ритм сердца, разработали такие электроды, причём они и однокамерные, то есть в одну камеру ставятся, или в несколько камер ставятся. Немного там есть технические вопросы по их синхронизации и так далее. Но вот те опасности, которые есть у электродных стимуляторов, получается избежать. Да, да, получается, электродных кардиостимуляторов, вот получается избежать. О чём это говорит? Ну просто о том, что ещё появился ещё один способ сохранения нашего здоровья. Мы просто должны об этом знать, ну а уже решать, что лучше ставить тому или другому пациенту, я думаю, что это к кардиохирургам, опять же к ним. Вот, это уже их епархия, и они более чётко могут выяснить все показания. А мы просто говорим это вообще для аудитории, для того, чтобы люди понимали, какие сейчас с каждым днём открываются новые и новые возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Ну что ж, Надежда Леонидовна, большое спасибо вам за очень пространные объяснения, и, дорогие коллеги, вам спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы всегда можете их оставить в окошке вопрос-лектора, мы вам обязательно ответим. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok